Привет, друзья! На связи Константина Сергея. Мы еще в Румынии, но уже рядом с болгарской границей. Я думаю, что еще где-то километров 50, да? Вот. И мы уже будем на болгарской границе. Как раз переезжаем сюда в одном и том же месте. Ну и дальше уже будем ехать к нашему объекту размещения. Сейчас примерно 10 часов утра. Мы ночевали в хорошем отеле. Как всегда были необычности. Хотели налить себе молока, а Сименс взорвалась. Полностью устроила выброс пара на всю кухню. Лучше не включать ничего. Воды давало. И то не с первого раза. Еще что интересно выяснилось, что терминалами ничего нельзя заплатить. Поэтому с нас взяли по пониженной зарплате. 20 долларов и каких-то ронов там еще чуть-чуть. Так что говорят, если не можете заплатить, то вроде как едьте просто так. Это уже совсем хорошо. Так что в целом недостатки компенсируются приятностью в обслуживании. Напишем годзилов. Ну что, ждите нас в Болгарии. На этом пока-пока. Привет, друзья, на связи Константин и Сергей. Мы сейчас едем по интересному месту. Это Румыния в районе Констанции. Куда мы на велосипедах приехали. И, собственно, отсюда у нас, по-моему, начиналось наше путешествие, когда мы вам рассказывали по Румынии и Болгарии. Так вот, мы сейчас едем, мы-то ехали вдоль моря. Море вот здесь вот где-то примерно 50-100 метров от нас, с левой стороны. И мы ехали там вдоль моря. А сейчас мы едем на машине вот с велосипедами вот по этой дороге. И мы сначала, когда в эту гостиницу поселились, мы не думали, что тут так рядом море. А оказалось, что вот это то место, где мы, собственно, длительное время ехали до Варны. Вот такая ситуация. Поэтому, как бы, возвращаемся к нашим старым местам. Ну и пункт пропуска, куда мы сейчас едем, это тоже тот пункт пропуска, через который мы постоянно ездили. То на автобусе, то на велосипеде, то еще как-то. Вот туда-сюда, вот постоянно. Единственный недостаток здесь какой. Вот с правой стороны от вас, не видно его. Вот Константин повернет, да, покажет. Находится Лиман. Вот. Ну что-то так, да, он отошел. Вот, находится Лиман. И этот Лиман, он дает огромное количество мошки. Эта мошка прям гнус такой мелкий, ужасный. Вот, вся машина наша залеплена этими мошками. Я не знаю, вечером тут, наверное, находиться просто так нельзя. Они эти мошки в туалете даже пролезли сквозь сетку москитную и подохли прям по всему полу, где там, где вода. Вот они везде все распределились и валяются. Я не знаю, тут, ну, наверное, отдыхать это проблематично, когда такое огромное количество мошки. Не знаю. Ну, а вообще места, места красивые. Вот мы уже въезжаем в курорт, как бы. Вот тут мы, в принципе, в таком же месте, только на Золотых Песках. Это лучше, кстати, лучше, существенно лучше. Будем жить, вот, в доме так 30 дней. Ну и будем показывать вам, рассказывать, как там у нас получается. Интересно, неинтересно. Вот, какой способ. Мы, кстати, вам планируем рассказать много чего. Как выехать с Украины, какие способы, как можно жить, вот, так скажем. Ну, может быть, не очень скромно, но, я так думаю, достаточно экономно. Вот, для того, чтобы находиться длительное время подальше от войны. Ну, на этом заканчиваем наш репортаж. До встречи на границе. Пока-пока, Константин и Сергей. Привет, друзья, на связи Константин и Сергей. Мы на болгарской границе. Вот, проехали сейчас будочку, где я там, с документами. Нас забрали документы и сказали остановиться около магазина. Не знаю, может, я что-то купить. Вот, стоим, стоим здесь около магазина, ждем документы. Не знаю, будет ли нас досматривать, не будут досматривать. Не знаю пока. Вот, ну, похоже, что тут вообще, это, вольная такая, вольница. Вот, все так проезжают довольно быстро вперед. Вот, без каких-либо проблем. Ну, ждем пока, короче говоря. Около магазина. Расскажем вам после того, как проверят документы и что там будет. Надеемся, что никак в Румынии, что велосипеды нельзя везти так, а может только вот так, или вот так, или еще как-нибудь. Всех привлекают наши велосипеды. Ну, все, пока-пока. Привет, друзья, на связи Константин Сергей, мы на болгарской земле. Как-то шутка, вот, я вам не скажу за всю Европу, но Болгария, это бом. Вот, заезжаем на болгарскую таможню, думаем, сейчас скажут, велосипеды стоят не так, это не так, откройте правую дверь, откройте левую дверь, поднимите машину, опустите машину, что вы думаете? Забрали у нас документы и говорят, встаньте около магазина. Мы думаем, что-то около магазина встань. Мы думаем, сейчас придут, будут шукать что-нибудь. Мы сразу спросим, может, нам сказать, что мы везем. Вот, стоим, 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 стоим. Вдруг смотрю, одна машина уехала, которая перед нами была, вторая уехала. Смотрю, женщина идет с документами, села в этот, там, такой домик был впереди. Тоже уехала. Я говорю Константин, слушай, по-моему, надо пойти забрать наши документы. Вот. Он пошел, забрал документы, и все. То есть, документы у нас забрали, а потом надо просто самому подойти к кошку и забрать эти документы себе. Вот и вся граница. Вот так это работает. Вот это, я понимаю, подход. Правильно, что туристов-то насиловать, глупости городить всякие. В общем, короче, Румыния нас встретила плохо, а Болгария встретила над солнцем и приятными людьми. Вот так вот. Сейчас еще место размещения классное, дом хороший, мы вообще будем просто, как в масле, в шоколаде. В золотых песках. Да, да, да. Ну все, на этом прощаюсь, пока-пока. Привет, друзья, на связи Константин Сергей. Ну вот мы и прибыли в наш дом, в место размещения, в котором мы будем жить 30 дней. Ну, 28 там точно. Значит, вот Константин сейчас покажет небольшую панораму, налево, направо. Вот. Тут, в принципе, такая деревня хорошая. Во время панорамы можно разговаривать, напоминаю. С той стороны поля, с той стороны поля, в общем-то, ничего нет. И дорога проходит. Дорога, в принципе, не столь плохо. Почему? Потому что мы пришли к выводу, что очень удобно. Велосипед сел и поехал. Вот как раз за спиной Константина, в ту сторону моря, 10 километров золотые пески. Вот. Здесь вот дом. Дом мы сейчас зашли внутрь, просто идеальный. Мы вам сейчас покажем. Единственный недостаток в этом доме, это, блин, маленький телевизор. Ну, как маленький. Не то же мы совсем уже, но такое, скажем, толковатое. Вот. Если бы хотя бы 42 дюйма, ну, хотя бы. Ну, что это? Ну, блин, монитор какой-то прямо. Вот, а не телевизор. А все остальное отлично. Везде в каждой комнате кондиционеры. Вот. Наверху две спальни с санузлом. На втором этаже внизу большой холл. Сейчас мы вам покажем потом, значит, одна санузел и еще одна спальня. Наверное, там кабинет сделаем. Вот. Кухня такая совмещенная в кухню-студию. Вот за моей спиной, видите, это окна выходят в кухне. И окна кабинета или, скажем так, студии сюда выходят. Тут вот еще гриль есть, видите. Можно что-то жарить, что-то печь. Вот. Мы уже вина купили, так сказать, чтобы обмыть. Да. Ну, в общем, в целом, в целом очень неплохо. Вот. Единственный недостаток, конечно, не хватает бассейна. Вот бассейн. Вот в соседнем доме есть бассейн. Прямо вот тут, перед домом бассейн. Большой, красивый бассейн. Я бы сейчас туда упал, этот бассейн, бы обрадовался. Но, к сожалению, ну, как говорится, бассейна нет. И вот мы позвонили, спросили, может, там дальше дом стоит пустой? Может, там бассейн есть? Может, мы туда? Она говорит, ну, и так, говорит, пока нет. Короче говоря, так я понял, что это нерешаемая проблема пока. Поэтому мы уже распаковываемся в этот дом. Вот. На август уже будем искать бассейн. Ха-ха-ха. Вот. А сейчас пока. Тем более, это же не конечный результат. Мы только один месяц здесь будем. Вот. А дальше мы поедем в другое место. Но что интересно. Вот. В целом, мне очень понравилось. Я хочу сказать, ситуация хорошая. Внутри есть сигнализация, кондиционеры везде. Все вроде хорошо. Сейчас посмотрим, как интернет еще работает. Вот. Но в целом, ну, просто замечательно. Единственное, я говорю, что, ну, так, тут вот магазинов нету. Ну, вот мы сейчас заехали в Лидл. Это примерно отсюда где-то, ну, я не знаю сколько, минут 5 ехали, да? 10? 6 километров. Вот. 6 километров. То есть это рядом. На машине легко туда заехать, выехать и как бы привезти еду. Мы тут целый багальник еды привезли. Кстати, насчет продуктов и цен. Ну, вот мы заплатили 45 евро. Набрали так на 3 дня. Ну, примерно, получается, да? Где-то полторы тысячи. Но я должен вам сказать, мы так и в Одессе покупали. По такой же самом цене. То есть, собственно, чтобы ничего такого страшного не изменилось. Единственное, что нет готовой еды. Вот это немного, так сказать, расстраивает. Зато в доме есть посудомойка. Вот. И, так сказать, все остальные элементы. Микроволновка, там, что-то разогревать и все такое. В общем, пока мы довольны. Если там ночью и не будет что-то протекать, не будет что-то там портиться, то тогда да. Ну, сейчас пойдем внутрь. Я должен сказать, что очень неплохо. Давай. Проходим вперед. Вот, вот, как раз, кухня-студия. Здесь кухня-студия. Вот. Довольно хорошо, должен сказать. Довольно хорошо. Вот. Все есть. Все есть. Единственное, я, конечно, не люблю вот эти электрические плитки. Гадость такая. Вот. Но зато здесь посудомойка. Большая, хорошая. Вот. Холодильник нормальный довольно-таки. Вот. Ну, в общем, так, в целом. В целом, ложки, вилки, друзья. Вот. В общем, в целом хорошо. Здесь так приятно тоже можно сидеть. Мы пока тут кабинет организуем, вот на этих местах. Вот. Ну, в общем, можно сидеть. Здесь вот телевизор подверг. Видите какой? Ну, телевизор, конечно, желает быть лучшим. Ужасный телевизор. Надо было свой брать с собой. У нас и то больше. Вот. Ну, что там. Тут небольшая спальня. Мы тут раздумываем, не сделайте нам там кабинет. Но пока мы в сомнении. Надо нам тут, не надо нам тут кабинет. Вот. Значит, ну и второй этаж. Сейчас Константин пойдет наверх. Иди вперед, а я задовываю. Проживание, как вот мы собираемся, да, месяц, два, три, вполне хорошо. Вполне хорошо. А тут небольшая такая спальня. Для детей есть или еще для кого-то. с ящиками различными. Что-то сложить. Ну, так, по большому счету, ничего особенного. Можно лежа работать. Есть выход на этот, на балкон. Вот такой. Вот. Так можно зайти в ту спальню. Вот. Ну, спать мы, наверное, будем решить во втором этаже. Так. Ну, мы пока не решили по той простой причине, что это. Тут вот санузел тоже, горячая вода. Все, как бы, ну, тоже ничего такого особенного. Ну, нормально. Пойдет. Значит, ну и тут, в общем-то, сама тоже спальня. Центральная, она так, вроде как ничего. Хорошие шкафы, доски различные, гладилья. Ну, в принципе, нам понравилось. Запах хороший, белье чистое. Неплохо, неплохо, неплохо. В целом, сказать, что мы еще даже не все смотрели, что тут есть. Вот еще что-то нашел. О-о-о. Какие страшные вещи от трусов. В целом, должен сказать, что... А, неяло есть еще. В целом, должен сказать, что белье хорошо. Запах хороший, чистенько так, более-менее. Утюга я, правда, не вижу. Вот, значит, ну вот такое. А вот, посмотрите, я вам покажем сейчас. Ничего себе, вот как это выглядит с бассейном. Представляете, да? Вот мы боимся там были бы, то это было бы нам тысячу раз лучше. Вот. А вот, к сожалению, к сожалению, не получилось. Не получилось. Ну что, на этом прощаемся. По мере того, сейчас, как мы развернем здесь жизнедеятельность, будем вам все показывать, все делать, так сказать, и рассказывать. На этом пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok